Прекрасный день Добро пожаловать в Оланд! Сара Ла Фонтен Центр скандинавского островного региона Оланд не просто остров, это тысячи островов, рассыпанных в центре Балтийского моря Здесь около 6700 островов и рифов Я не могу их перечислить все по названиям Главный остров находится в 40 километрах от побережья Швеции Это почти 25 миль на запад по водной глади На востоке Оландские острова переходят в финский архипелаг Они рассыпаны в море, как желчужины На самом деле, от Стокгольма до Хельсинки можно доехать на велосипеде Если пользоваться паромами Сегодня мы насладимся прекрасными пейзажами и отличной едой Мы объединим все лучшее из Балтики Сначала сделаем изумительный картофельный салат с белой рыбой А затем мы приготовим мясо ягненка с песто из укропа и овощным кускусом У Оланда интересная история Это был важный естественный аванпост в центре Балтийского моря В течение многих веков Оланд входил в состав королевства Швеции Но в 1809 году шведы потеряли и Финляндию, и Оланд Тогда Оландские острова стали западным аванпостом Российской империи Тайны Балтийского моря Я должна встретиться с местным рыбаком Надеюсь, у него для меня есть что-то вкусное Привет, Пелли Привет, Сара Как дела? Как улов? Иди посмотри Да Надеюсь, у тебя для меня есть хорошая рыба Прекрасно Я так рада Первоклассная рыба Хорошо Они большие Да Прекрасно, четыре штуки Спасибо Спасибо большое А теперь займемся кулинарией Пока Мой главный ингредиент – это белая рыба Выглядят аппетитно Но сначала – летний салат из картофеля Мне кажется, что все эти ингредиенты отлично друг друга дополняют Тут есть мягкий картофель Нежная цветная капуста Хрустящий редис И стручки гороха Сначала приготовим соус Вот здесь у меня есть немного дижонской горчицы Положим чайную ложку Ложку с горкой Затем у меня есть вкусный привкусный мед местного производства Он очень хороший, его можно есть прямо так Добавим примерно пол ложки Картофельный салат не должен быть слишком сладким Добавим майонез домашнего приготовления Много не нужно, иначе соус получится слишком тяжелым Финные скандинавы часто используют сметану Добавим ее, чтобы сделать соус более легким и освежающим Теперь смешаем все ингредиенты Смотрите, как красиво смотрится Для аромата добавим нарезанный шнит-лук Мне нужна столовая ложка с горкой Пол чайной ложки цедры Так, давайте попробуем соус Надо досолить Так, достаточно И немного черного перца Будьте щедрее с черным перцем Здесь чего-то не хватает И я знаю, чего именно Добавим сюда редьку Вот Отлично Да А теперь выложим наши овощи в соус Воспользуюсь ложкой Так будет гораздо проще Тщательно все перемешиваем Все эти овощи с соусом Они должны быть полностью покрыты этим восхитительным соусом Смотрите Это так вкусно Салат готов Поставим его на 15 минут в холодильник А сами пока займемся белой рыбой А он нас подождет Вот замечательное филе белой рыбы На самом деле, эта рыба очень популярна в Финляндии У нее несравненный вкус Для начала приправим ее солью И щепотка белого перца Много не надо Мы не должны забивать вкус этой рыбы И он и так хорош А затем мы обмакнем Пиле В яйцо Так А теперь обваляем Во втором салатнике у меня панировка Примерно пол чашки Мы поджарим рыбу на сковороде На сливочном масле Мне нравится эта музыка Это музыка масла Будто пение Прекрасно Когда масло перестает петь Значит, готово Как вкусно Посмотрим Отлично Красивое и румяное Теперь блюдо можно сервировать Кладем картофельный салат Прекрасно смотрится И последний штрих Это лососевая икра Она придаст блюду яркости Прекрасно А сверху мы посыплем это шнит-луком Теперь кладем рыбу Простые и вкусные ингредиенты Под соусом и свежая рыба Фантастика Тысячи островов Олланда Обрели свой уникальный вид Примерно 10 тысяч лет назад В ледниковый период Ледник, двигаясь через скалы Придал им красивую форму и цвет И создал необычные образы Какой вид Эти утесы сложены Красным гранитом Типичным для Олланда Его использовали при строительстве дорог Поэтому некоторые из них Имеют красноватый оттенок Ланч готов Хорошо Будем? Будем Да, это было хорошо Пока Пока Навигация в этих водах Всегда была сильно затруднена По этой причине В море вокруг Оланских островов Произошло более 500 кораблекрушений Этот корабль разбился 12 декабря 1933 года Кристиан Экстрём В тот день он затонул Это старое парусное судно Оно повествует нам историю Оланских островов Ясно Его длина 70 метров Совсем как у Померна Поразительно Это надо увидеть Затонувшие корабли Хорошо сохранились Так как в воде Балтийского моря Содержится мало соли И кислорода Неудивительно Что многие любят Заниматься здесь дайвингом Было здорово Да Русский царь Александр I Понимал важность Оланда Он начал строительство крепости Известной как Бомарсунд Но строительство Бомарсунда Так и не было завершено Крепость уничтожили Французские и британские войска Было объявлено Что Аланские острова Станут демилитаризованной зоной Такими они остаются И по сей день Когда в 1917 году Рухнула Российская империя Финляндия получила независимость Было решено Что Оланд войдет В состав Финляндии Однако у островов Есть своя система управления И свой собственный флаг Мария Хамн Мария Хамн Находится на главном острове И по сути это единственный город Оланда Благодаря основанию Мария Хамна На Оландских островах Расцвело кораблестроение В первой половине 20 века Парусный флот Оланда Был крупнейшим в мире Отлично Привет Привет, Сара Как дела? Спасибо Как добралась? Отлично Кстати, это Микель Это Сара Привет, приятно познакомиться И мне Сара, смотри Здесь у нас дыня с васаби И пожаренный во фритюре Норвежский омар Я помогал Аппетитно Вот с этим Я так проголодалась Да, это здорово Что ты будешь делать на Оланде? Я занималась дайвингом Дайвинг? Да, было немного страшно, но интересно Потом я хочу встретиться с Джуди И, конечно, приготовить вкусную еду Да, конечно, ты это сделаешь Мы все этим занимаемся Да, это так Постоянно Да Многие жители Оланда Успешные и изобретательные ремесленники Сейчас я встречусь с одним из них Мне нужна новая посуда И я знаю место, где ее можно найти Привет, Джуди Как дела? Рада тебя видеть Джуди Куйтон Я тоже рада Что ты делаешь? Я делаю четырехугольные салатники Ясно, они будут вот такими Да, что-то в этом духе Где ты черпаешь вдохновение? Об этом все спрашивают Меня вдохновляет то, что растет в саду Впрочем, я сама не знаю, откуда это У тебя есть что-нибудь синее? Мне нужна синяя посуда для сервировки стола Как красиво Тебе нравится? Да, очень спасибо Это мне подойдет И это тоже Можно их взять? Да Спасибо Прекрасно Я так рада Не забудь, наш ужин начинается в шесть часов Не забуду Жду с нетерпением Хорошо Ты не откроешь? Давай, помогу Спасибо Ладно, увидимся Пока Средневековый замок Кастельхольм Находится на главном острове Он был построен еще в 14-м столетии Долгое время шведская королевская фамилия И использовал его как охотничью усадьбу И это очень красивая усадьба Здесь был заключен шведский король Эрик Чесирнадцатый А сейчас мы приготовим ужин достойный монарха Это будет жареный ягненок с песто из укропа и овощным кускусом Давайте начнем с песто Песто – один из древнейших масляных соусов Он пришел из Северной Италии Но сегодня я приготовлю финский вариант Вместо базилика мы используем ароматный укроп Так Немного шнит лука Два зубчика чеснока Затем добавим кедровые орешки Они придадут соусу замечательную сливочную консистенцию Итак, пол чашки орешков Вот Песто без пармезана не песто Большой кусок пармезана Так Я хочу добавить немного лимонной цедры Одной чайной ложки с горкой будет достаточно Так Немного приправим Мы добавим сюда совсем немного сахара Получится замечательный контраст И так совсем немного Щепоть И много соли Вот и все, что нужно для соуса Добавим оливковое масло Лучше взять масло самого высокого качества Пол чашки Так Попробуем Прекрасно Вкусно-вкусно Отставим это в сторону на пару секунд И займемся ягненком Аланские страва славятся своей ягнятиной Она необыкновенно вкусная и нежная Приправим мясо большим количеством соли с обеих сторон А теперь польем оливковым маслом Это необходимо, чтобы мясо не пригорело Во время жарки Втираем масло Жарим ягненка на гриле По 10 минут с каждой стороны После этого снимаем его с гриля И даем полежать минут 10 Вот и все А сейчас я приготовлю простой и вкусный гарнир На основе кускуса Мне нравится кускус Его так легко готовить Это блюдо пришло из Северной Африки И с Ближнего Востока Но сегодня я сделаю скандинавский вариант В этой кастрюле Налита одна чашка куриного бульона 250 мл Высыпаем туда такое же количество кускуса Вот так И немного масла Снимаем с плиты и дадим постоять А сейчас мы сделаем из кускуса Простой и вкусный гарнир Для начала возьмем большой зубчик чеснока Имбирь и чеснок Отличное сочетание Имбирь надо почистить Он придаст соусу пикантный вкус Так, и немного цедры лайма Одна чайная ложка Так Сейчас нам понадобится немного лаймового сока Итак, два лайма Придется приложить силу Хорошо, когда под рукой есть разделочная доска Если лайм немного обмять Будет легче выжимать сок А теперь добавим немного оливкового масла Прекрасно А теперь все это перемешаем И еще у меня есть Я нарезала немного мяты Примерно пол пучка Высыпаем ее сюда Она даст отличный цвет и вкус А еще мята Отлично сочетается с ягнятиной Немного приправим солью Небольшая щепотка сахара Волшебный компонент Чудно Попробуем Очень важно пробовать то, что готовишь Только так ты будешь уверен, что со вкусом все в порядке Превосходно Очень вкусно А сейчас нарежем овощи и выложим их в маринад Красные томаты черри Смотрите, какие они симпатичные Красиво? Затем бланшированная молодая морковь Она сделает блюдо хрустящим и улучшит вкус А эти желтые томаты черри Добавим их, чтобы сделать блюдо ярче Теперь мне нужен зеленый У меня есть огурец С помощью ложки удалим семена Это уберем Соломкой А затем поперек Все Красиво, правда? Посмотрим, как там кускус Прекрасно Выкладываем кускус в этот замечательный маринад Вот так Вы увидите чудесное превращение Сейчас все эти цвета и вкусы объединяются Готово Пойду принесу ягненка Вы только полюбуйтесь на него Осталось добавить последние штрихи Вы не забыли об ароматном песто из укропа? Сейчас мы выложим его на ягненка Равномерно Распределяем Положим больше Мне нравится Он дает еще и красивый цвет Вот А теперь нарежем на порционные куски Вот так Можно сервировать блюдо Вот наш яркий кускус Там есть зеленый, желтый, оранжевый Правда, прелесть А теперь ребрышки ягненка Кладем сюда Закончим оформление съедобными цветами Красивые, синие Так, все готово Осталось дождаться друзей на старой ферме Для праздничного ужина Очень важно красивое оформление стола Я считаю, вкус и красота идут рука об руку Сегодня я выбрала два основных цвета Синий символизирует море Оланда Белые облака над головой А затем мне захотелось добавить к этому разные узоры Чтобы все выглядело красиво и современно Надеюсь, моим гостям понравится Добро пожаловать Спасибо Какой красивый стол Спасибо Очень красиво Я проголодалась Присаживайтесь и угощайтесь Хотите есть? Да, очень Прекрасно Спасибо Пожалуйста Будем Еда просто изумительна Спасибо Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Ред Медиа Субтитры создавал DimaTorzok